Еще перед игрой эксперты предрекали победу Металурга с большим отрывом. Это раньше Ковровец был для Видновского клуба серьезным противником. Сейчас их состав обновился и команда пока не набралась опыта. Но, как любят говорить спортсмены, нельзя недооценивать соперника. И все же очередной матч в рамках чемпионата России по мотоболу начался предсказуемо. На первой минуте Иван Криштопа забил гостям гол. Повезло, они, видимо, не успели сосредоточиться, настроиться на игру. Так игра у нас пока складывается неплохо. Есть недочеты, я думаю, мы их устраним и будем готовиться к финальным играм. На этот раз Металургу пришлось играть без Анатолия Касьянова. Накануне, во время тренировки, спортсмен сломал ключицу. Плюс чемпионат России подходит к концу. Напряжение растет. Видновские ребята заметно устали, но настроение боевое. Со второго числа начинают три финальных турнира. И Патова, видимо, Кирпинская и последние видны 16-17 сентября за качество чемпионата этого года. А пока Металург не пролил никому, поэтому к сезону готовились серьезно. И поражений еще ни одного в этом году не было. Поэтому, значит, я думаю, значит, все нормально и в тактике, и в стратегии. Как обычно, чтобы поддержать видновский клуб, на стадион Металург пришло немало болельщиков. Среди них не только мужчины, хотя, конечно, их большинство, но и женщины тоже активно болеют за наших ребят. Это атмосферно очень, это очень заводит, можно так сказать. Поэтому и детям, и взрослым, и женщинам всем пойдет. Следующий матч Металург сыграет уже вне домашнего поля. Ребятам предстоит отправиться во Владимирскую область. 25 августа они выступят с ответным матчем против Ковровца на их территории. Это будет последняя игра отборочного этапа.